На телеканале Самара ГИС вы смотрите программу событий. Я Ольга Морозова. Здравствуйте. Смертельный нокаут или несчастный случай в промышленном суде Самары продолжается слушание по делу Виталия Панкратова. Бывшего боксера обвиняют в непредумышленном убийстве Александра Филиппова. Трагедия случилась этим летом в Самарском супермаркете. От полученных травм мужчина скончался. Дело Панкратова обсуждает вся страна. О новых подробностях расскажет Павел Баймаков. Трагедия произошла именно в этом магазине. Тогда Александр Филиппов не знал, что очередной поход за покупками станет для него последним. Роковой удар или падение. Сейчас суду предстоит выяснить, от чего именно умер мужчина. В тот роковой вечер Александр с другом зашли в магазин. Когда дошли до кассы, мужчина увидел, что один из покупателей не оплатил рыбу. Филиппов сделал замечание, за что и получил несколько ударов по голове. Бывший боксер Виталий Панкратов действовал молниеносно. Позже ролик с камер видеонаблюдения обсуждала вся страна. Нападавший Панкратов ранее уже был судим. Я ударил. Я не знал, что такие мужики дохленькие. В зале суда былой задор и бойкость отступили. Панкратов прячет глаза. На вопрос, зачем до смерти избил человека, ответить не может. Также не может пояснить, зачем возвращался в магазин несколько раз и вновь наносил удары. Один из них стал смертельным. В тот же день мужчина скончался. Филиппову было всего 34 года. Он работал на одном из самарских заводов. Брат погибшего до сих пор не может смириться с потерей и просит для Виталия Панкратова самого сурового наказания. Я не видел у него ни разу крайне ничего. У него наигран просто. Ему сказали, что надо сказать. Вот он это и сказал, чтобы смягчить свой приговор. Я считаю, что он заслуживает максимально, какое может быть наказание. Лет 10-15. Достаточно, чтобы он посидел и обдумал свои поступки, свои деяния. Вначале дело возбудили по статье «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть». Однако эксперты пришли к выводу, что смерть наступила от удара головой об пол. На этом основании статью поменяли на более мягкую «Причинение смерти по неосторожности». За это максимальное наказание – два года тюрьмы. Дело приобрело общественный резонанс. Трагедию в Самаре обсуждали на Центральном канале. Вмешались и депутаты Госдумы. Прокуратура потребовала повторной экспертизы видеоматериалов. По результатам указанной экспертизы можно будет сделать уверенный вывод о квалификации действий Панкратова. Если судебно-медицинские эксперты придут к выводу о недостоверности показаний подсудимого, в этом случае государственным обвинителям будет заявлено ходатайство о возвращении уголовного дела следователю и вменении подсудимому более тяжкого обвинения. Еще один интересный момент. На первом судебном заседании обнаружился новый документ – явка с повинной от Панкратова. Хотя, по данным прокуратуры, мужчину задержали через несколько дней. И ни о каком чистосердечном признании речь тогда не шла. Он ясно указывает, что он находился на даче, к нему сам он не решился прийти, сдаться полиции. Что потерпевший погиб, он узнал по интернету. Еще один новый поворот. Виталий Панкратов теперь отрицает, что когда-то занимался боксом. Повторное заседание суда назначено на 29 ноября. Павел Баймаков, Валерий Шаронин. ГИС События. В Самаре под землю ушел полицейский автомобиль. Это произошло на улице Ленинская, напротив кадастровой палаты. Как сообщает муниципальное предприятие «Самоработоканал», на этом участке лопнула труба. Аварийная бригада отключила воду и установила предупредительные знаки. Полицейский УАЗик угодил в яму до прибытия спецтехники. И рано утром прохожие стали свидетелями необычного дорожного инцидента. Одним колесом провалилось, второй на поверхности был, потом начала погружаться. Потом приехали молодцы ребята с МЧС, оперативно сработали, вытащили эту машину. Ну, ГАИ, приехали, тоже составили протокол. Выбраться из ловушки УАЗику помогла спецтехника «Самоработоканала». И внедорожник продолжил движение своим ходом. Как сообщает муниципальное предприятие, претензий со стороны полиции не поступало. На месте аварии работает аварийная бригада. Холодную воду в окрестные дома подают пока по временной схеме. Сотрудники полиции просят откликнуться свидетелей другого ДТП, жертвами которого стали два человека. Авария произошла 6 октября в 11-м часу вечера в Волжском районе Самарской области на трассе Самара-Волгоград. В районе остановки общественного транспорта «Развилка» в Волжском районе Самарской области водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 120 допустил наезд на мужчину и женщину, которые от полученных травм скончались. Очевидцы трагедии просят звонить по телефону, который вы видите на экране. Попала собака. Жители 91-го дома по улице Победы всю ночь пытались вызволить застрявшего между гаражами щенка. Самим не удалось. На помощь вызвали спасателей. За спасательной операцией наблюдала Марина Матвейшина. Больше 13 часов на холоде в неподвижном состоянии. Накануне вечером щенок, вероятно, чего-то испугавшись, забился в проем между гаражами. Но выбраться оттуда уже не смог. И вот уже поздно вечером, около 11, начал очень сильно кричать. Вот, разбудил тут весь дом. И тут вышли несколько человек. Еще тут девушка с парнем просто случайно на машине были. Всеми силами пытались его как-то достать. Там и палками, и все. Все попытки вызвали щенка, оказались тщетны. Малыш так перепугался, что забился еще больше в проем. И перевернулся вверх ногами. Жители вызвали спасателей. Операция по освобождению длилась почти час. Узкое пространство, и он на спину перевернулся. Так бы было проще, если бы он был, то есть на лапах стоял. Мы бы, возможно, его подтолкнули и вытащили. То есть быстрее намного бы это произошло. И то, что крыши в гараже, они внахлест были. То есть там неудобно было с крыши даже залезть и его поддеть. Спасатели пошли на крайнюю меру. На шею щенка набросили петлю, как удавку. Это опасно, можно повредить шею. Но в этот раз это был единственный выход. Щенок отделывался легким испугом. У него лишь затекла лапа. У него лапки замерзли. Лапки замерзли. А он бездражается. Что с вами? Сейчас мы найдем что-нибудь. Случаи, когда животные попадают в беду, не так уж и редки. И часто находятся люди, которые обязательно помогут несчастному. Люди, как правило, звонят 911. А 911 звонит нам. Ну, достаточно часто. Иногда по нескольку раз в неделю. Первая строчка в рейтинге звериных несчастий – открытый колодец. Из них животных обычно достают целыми и невредимыми. На втором месте – ДТП. После аварии четвероногие чаще всего остаются инвалидами. Многие попадают в приют для животных участия. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. ГИС События. Другим темам – дополнительные средства на строительство Самарского метро и зарплаты учителя. Депутаты Самарской губернатской думы внесли изменения в бюджет этого года. Принимать главный финансовый документ на ближайшую трехлетку парламентарии пока не стали. Хотя этот вопрос вначале стоял в повестке дня. Депутаты прислушались к рекомендациям губернатора. С новым бюджетом пока не спешите. Следующая станция – Алабинская. Метро в Самаре строится. Медленно, но верно. В этом году появился вестибюль и платформы. Началась прокладка теплосетей. Станция готова на 60%. И строительство продолжится. Областные власти решили перераспределить более миллиарда средств. Это позволило направить дополнительные деньги сразу на несколько направлений. Были рассмотрены вопросы о выделении средств на строительство Самарского метрополитена. 223 миллиона. На завершение строительства в Тольятти в Ада-Арены. И на выделение 152 миллионов на обеспечение жильем детей сирок. Часть средств в 47 миллионов рублей пойдет на повышение зарплаты учителя. Сейчас средний заработок педагогов составляет чуть менее 19 600 рублей. Это почти на 2 тысячи меньше средней зарплаты по региону. Предлагается увеличить с 1 декабря текущего года заработную плату педагогическим работникам общеобразовательных учреждений в целях доведения ее размера до среднего по экономике, ожидаемого за 2012 год. Кроме того, в областной казне появились дополнительные средства. Из разных источников в бюджет поступило более 400 миллионов рублей. Половину было решено направить на поддержку сельского хозяйства. Несколько меньше – на модернизацию городских больниц и поликлиник. 1 миллион рублей пойдет на подключение муниципальных библиотек к сети интернет. Областные парламентарии приняли изменения в бюджет 2012. Большинством голосов сразу в двух чтениях. Интрига вокруг бюджета трехлетки сохранится до декабря. Мария Иваткина, Мурат Гасанов, ГИС, События. Зато полная ясность должна наступить в уборке городских улиц. Работу МП «Благоустройство» будут контролировать с помощью системы ГЛОНАСС. К работе этого предприятия в мэрии много претензий. Компания взяла на себя обязательство убрать незаконную рекламу с деревьев. Отказалась от помощи зеленхоза. Самостоятельно не справляется. Объявление ныне там. С уборкой мусора также возникают проблемы. Метут не по графику. Наиболее эффективный способ обеспечения работы этого предприятия – это личный контроль со стороны департамента. Потому что без подсказок они, к сожалению, работать так и не научились. Поэтому продолжаем контроль посредством системы ГЛОНАСС за выходом техники. Отчеты о ежедневном подборе мусора. Из существующих отчетов видно, что недостаточное количество сил направлено на решение этой задачи. Уборку снега, возможно, тоже будут контролировать со спутника. Пока зима не спешит вступать в свои права, в регионе наблюдается природная аномалия. Паводок начался в конце осени. Такого не было последние два десятка лет. Всему виной увеличение притока воды в низовьях Волгокамского каскада. Повлияли обильные осадки и отсутствие сильных морозов. Мелкие реки переполнены. Жигулевская ГЭС понемногу сбрасывает воду. Ситуация не критична. Сейчас уровень воды у Самары на метр выше нормы. Абсолютно контролируемая ситуация. Опасаться нечего. Более того, Самара, по большому счету, никогда не страдала тем, что какие-то паводки весенней воды наносили какой-то ущерб. Единственное, Кубышский район, небольшое подтопление хозпостроек было по весне, а сейчас даже этого не будет. Продолжаем выпуск. Еще 50 самарских малышей пошли в детский сад. Две дополнительные группы, на 25 человек каждая, открылись в Самаре. Раньше 382-й детсад принадлежал открытому акционерному обществу Кузнецов. Теперь стал муниципальным и готов принять детей со всего города. Бабушка маленькой Ксении, Роза Бутусова, не нарадуется. Наконец-то устроились в детский садик. Раньше посещали только различные бэйби-клубы. Там ребенок не мог получить комплексной подготовки к школе. Теперь за гиперактивной Ксюшей будут следить профессиональные педагоги. Родители хоть немного передохнут. Мне бы хотелось, чтобы она немножко научилась о грамоте, усидчивости, чтобы с ней мы не справляемся. Она меня не воспринимает всерьез. Когда я на нее начинаю ругаться, она смеется. Она не воспринимает. Я думаю, может, чужих людей послушает и будет заниматься. 384-й детский сад, где будут воспитывать Ксюшу, раньше принадлежал ОАО «Кузнецов». Теперь это муниципальное учреждение. Здесь всегда было 4 группы. Чтобы сократить городскую очередь в детские сады, сегодня открыли дополнительные группы. Мы отремонтировали еще 2 пустующие группы. И открываем сегодня 2 группы для детей в возрасте от 3 до 4 лет на 25 человек в каждой группе. То есть дополнительно мы открываем здесь 50 дополнительных дошкольных мест. На ремонт этих 2 групп из бюджетов и городского, и областного выделено 4 миллиона 400 тысяч рублей. В прошлом году в детских садах Самары было организовано более 2 тысяч дополнительных мест для дошкольников. До конца 2012-го откроют 2,5 тысячи. И это не считая мест по программе «Билдинг-сад», благодаря которой родители могут устраивать малышей в частные детские сады, платя за это и как за муниципальные. Алексей Захаров, Владислав Манингис. События. В наше время иметь много детей – уже благородный поступок. Многодетные родители получают заслуженные награды. В Самаре подвели итоги акции благородства. На звание героев претендовали около 200 жителей губернии. Достойных было много, а лауреатами стали 35 номинантов. В жизни всегда есть место подвигу. В этом убедилась Лариса Шалафаст. Многодетная мама Роза Обухова – настоящая героиня нашего времени. Своих двух сыновей воспитала, взяла еще и приемных. Дочку Сашу усыновила совсем крошкой. У девочки инвалидность по зрению. Два года потратили на лечение. Теперь девочка окрепла, даже начинает маме по дому помогать. Сейчас вот радость, конечно. Свои дети выросли, ушли, а с ней вот, с мальчишкой, мальчишкой они, а с девчонкой ты и поговоришь, и поругаешься, а без нее я не могу уже. Честные, открытые, скромные. Делать добро для них – уже привычка. Участники движения «Неси добро» в течение трех лет бесплатно благоустраивают храмы, помогают старикам и инвалидам. Я думаю, что это самое полезное, что нужно людям. Потому что у многих есть проблемы и с домом, и с квартирой, и с участком. Есть проблемы со стройкой храмов, просто не хватает ни рук, ни средств. Поэтому мы занимаемся помощью. В оргкомитет акции в этом году поступило около 200 заявок из 8 городов и 15 районов губернии. Среди номинантов жюри выбирало людей неравнодушных, совершивших по-настоящему благородный поступок. Для меня в этом году история была связана с 9-летним мальчиком из Сызрани, который спас двух кошек и собачку. Казалось бы, да? Ну что тут особенного? Но когда тебе 9 лет, а когда животных мучают взрослые мальчишки, и ты понимаешь, что чья-то жизнь в опасности, и ты спасаешь их, это дорогого стоит. В этом году акция благородства отмечает 15-летний юбилей. За эти годы лауреатами стали более 300 человек. Теперь их на 35 больше. Победители премии героями себя не считают. И этим вызывают еще больше уважения. Лариса Шлафаст, Иван Карпов, ГИС События. В завершении выпуска курс валют на 28 ноября. Доллар 30 рублей 94 копейки евро. 40 рублей 19 копеек. На сегодня это пока все. Мы ждем от вас интересных тем. Телефон редакции 202 11 22. Наш сайт samaragis.ru. Всего доброго. Продолжение следует.